Итак, уважаемые коллеги, мы переходим к курсу лекций «Особые режимы устойчивости электроэнергетических систем». Как я уже и говорил, эта дисциплина является логическим продолжением курсов «Электромагнитные и электромеханические переходные процессы». Специальный раздел в дисциплине «Электромеханические переходные процессы» так и называется «Устойчивость». Там в рамках обучения по системе бакалавриата мы в нашем ВУЗе со студентами изучали основные критерии устойчивости электроэнергетических систем и математические формулировки этих критериев. Известно, что в принципе, если рассматривать математику, то можно говорить, что любая интеллектуальная или система с обратной связью фактически должна быть проверена на устойчивость. И для этого, честно говоря, существуют уже давным-давно математические формулировки. Вы можете, например, знать, что для исследования устойчивости применяется теорема Липунова. Может быть, слышали такую. Липунов был русский математик, который был далек от, скажем так, задач электроэнергетики. И жил он на рубеже конец 19-го, начало 20-го века. То есть, в принципе, тогда еще электроэнергетика не имела своего развития. Но математик Липунов разработал основные критерии анализа динамического движения. В результате чего мы, электроэнергетики, используем теорему Липунова для анализа статической устойчивости электроэнергетических систем. Вспоминаете такие слова? Кто изучал устойчивость ранее? Вот. То есть, теорема Липунова, например, служит для анализа. Далее, теорема Липунова сама по себе достаточно неудобная и громоздкая. Потому что, чтобы определить, даже не говоря об электроэнергетической системе в целом, а какой-то фрагмент с обратной связью, то есть, интеллектуальная структура управления, чтобы определить, будет ли устойчива система по теореме Липунова, главная задача и главная проблема стояла в том, что необходимо было решить характеристическое уравнение. И по корням характеристического уравнения уже определялось, будет ли система устойчива. В самом простейшем случае, уравнение движения ротора, электромеханической системы, неважно, синхронного генератора, двигателя, асинхронного двигателя. В общем-то, это уравнение второй степени. И уравнение второй степени мы умеем решать, начиная еще с пятого класса средней школы. То есть, мы знаем, что есть дискриминант и будет два уравнения, два корня. В этом случае теорема Липунова работает прекрасно. Мы это уравнение решить можем. Но как только появляются сложные интеллектуальные системы, а в современной энергетике, вы, наверное, знаете, идет тенденция на цифровизацию подстанций, то есть, именно развитие интеллектуального управления и цифровых технологий. И даже, скажем так, простейший генератор, который установлен на ТЭЦ или простейшей газотурбинной станции собственных нужд. В общем-то, эти генераторы уже снабжены системами автоматического регулирования возбуждения. Система называется АРВ, не путать с АВР. Это разные системы. Уже при наличии АРВ, пропорционального или сильного действия, в общем-то, результирующее уравнение движения ротора синхронного генератора приобретает третью или даже четвертую степень. Четвертую степень, биквадратное уравнение мы тоже умеем решать, но при, скажем так, сопутствующих факторах. Если это уравнение оказывается уравнением пятой степени, то, в общем-то, решить его аналитически уже невозможно, то есть здесь применяются численные методы. К чему я веду? Что известная вам? Известная теорема Липунова? Не очень, да? Ладно. Если что, вернемся. Не переживайте. То есть, известная теорема Липунова, она в электроэнергетике имеет ограниченное хождение в результате того, что характеристическое уравнение хотя бы просто синхронного генератора уже может иметь более высокую степень. А если к этому синхронному генератору еще и подключить уравнение, характеризующее систему управления перетоками мощности, системами регулирования напряжения под нагрузки РПН, известная вам, да? То есть, получается нагромождение системы уравнений, которую так просто не решить. То есть, корни не найти по теореме Липунова. Поэтому, чисто математически, были разработаны так называемые критерии устойчивости, да? Критерии это косвенный признак, который по каким-то формальным вещам позволяет нам судить, что вот тот критерий, те условия, которые сформулированы в теореме Липунова, они выполняются. Ну, простейший критерий, да? Например, из жизни. Я несколько лет назад, 7 лет посвятил своей деятельности, что я был заместителем декана по внеучебной работе, и нас всех обязывали ходить, смотреть, как там студенты живут в общежитии. Не бедокурят ли они там? Ну, вот простейший критерий, когда по косвенным признакам выясняешь, что что-то будет происходить. Идешь в общагу, смотришь, рядом с круглосуточным магазином, толпа студентов, у каждого из них пакеты с бидонами пива. Значит, что сегодняшняя ночь будет в общаге веселая и следует туда сходить с инспекцией, да? Вот он критерий, то есть я не знаю, будет ли эта ночь веселая в общежитии или нет, то есть я не знаю наверняка, но по вторичным косвенным признакам я могу судить, что вот да, это возможно. То же самое с критериями устойчивости. Главный принцип формулировки критерий устойчивости это все-таки теорема Липунова. По характеру корней характеристического уравнения, какие они там действительные или комплексные, комплексно сопряженные, мы можем судить, будет ли система устойчива или нет. Но повторюсь, решить в лоб иногда эти уравнения, ну, невозможно. Поэтому были разработаны вторичные критерии, когда по косвенным признакам мы будем судить, устойчивая система или неустойчива. Вспоминайте такие критерии как? Есть алгебраические и частотные критерии. Слыхали такие? Алгебраические критерии. Да я вернусь, мы это отдельно все поговорим. Я пытаюсь прочувствовать, чего вы помните, а чего вы не знаете. Потому что у нас, по сути, всего осталось два занятия, и мне надо как-то в эти два занятия ужать минимальный объем информации для того, чтобы вы могли подготовиться к сдаче экзамена. Владеете информацией о таких критериях? То есть, существует критерий Гурвитса, это алгебраический критерий. Существует критерий Рауса, тоже алгебраический критерий. Ну, или частотные. Найквиста и он же Михайлова. Не слыхали? Вот, Найквиста, частотные критерии. Там по годографу Михайлова, по его, скажем так, в каком квадранте он вылетает в неустойчивую систему, мы определяем. То есть, уравнение третьей степени, годограф Михайлова должен в третьем квадранте вылететь. Причем поэтапно обойти последовательно три квадранта, и только в третьем квадранте он выходит. Если последовательность квадрантов прохождения нарушена, значит система неустойчива. Вот, чего-то помните, замечательно. В этой дисциплине мы не будем говорить об устойчивости электроэнергетических систем, начиная от синхронного генератора. То есть, повторюсь, это дисциплина электромеханические переходные процессы, которые мы со студентами изучаем в бакалавриате. Сейчас магистратура, и мы шагаем немножечко дальше, но с другой стороны, эта специфика более приближена, скажем так, к реальным электроэнергетическим системам. Потому что на станциях, может быть, работают не все. Есть люди, которые работают на электрических станциях из присутствующих? Ну, с вами будем отдельно разбираться в части энергетических систем. Остальные, видимо, работают в электроснабжающих организациях, либо на предприятиях, являющимися потребителями. И там, фактически, речь об устойчивости идет с точки зрения узла электрических нагрузок. Поэтому здесь мы рассматриваем узлы электрических нагрузок. Вот эту презентацию я вам разошлю. То есть, это, скажем так, опорный конспект, который вам пригодится. Соответственно, сегодня можете не записывать вообще ничего. Просто проследите логику соображений. Бумагу не надо, Марай. Для, ну, скажем так, времени у нас не так много. Опять же, большая часть материала полагается на самостоятельное изучение. И плюс надо все-таки делать скидку на то, что аудитория достаточно разноплановая. То есть, разное базовое образование. И надо каким-то образом не сильно нагрузить тех, кто, может быть, об этом слышит впервые. Поэтому предложение, ну, достаточно простое. Из всего объема, там, примерно 20 вопросов экзаменационных, которые выставляются по дисциплине, я выбираю всего 9, то есть, примерно половину мы убираем и делю их на группы. Основные и дополнительные вопросы. То есть, основные вопросы мы сегодня с вами рассмотрим. В этой же презентации есть дополнительный вопрос режима работы нейтралей. Оставшийся материал я точно так же разошлю в виде дополнительных презентаций. Итак, ваша задача для прохождения успешной аттестации уметь ответить на основные вопросы. Если, то есть, основные, это действительно по теме. Дополнительные вопросы, они, скажем так, общую эрудицию специалиста электроэнергетика отвечают. Они косвенно связаны с нашей тематикой. То есть, как можно говорить об устойчивости, если не знаем, какие виды коротких замыканий происходят. Потому что короткие замыкания являются основным возмущающим фактором, который приводит к нарушению устойчивости. То есть, логику прослеживайте. А в зависимости от того, какие режимы нейтрали в конкретной электроустановке, будут различные виды коротких замыканий. Самый простейший пример. В сетях с изолированной нейтралью замыкание фазы на землю является простым замыканием. И мы его, в принципе, в общем-то, отключать моментально не обязаны, чего и происходит. Выпадает указательное реле о том, что у нас есть земля. Ну а дальше, в течение определенного времени, мы уже каким-то образом реагируем. И то исключительно из соображений безопасности гражданского населения, либо там животных, если речь идет о сельских каких-то районах. Потому что касание провода земли, это прежде всего небезопасный режим поразить током. Может быть, кто-то может быть поражен. А система, то есть потребитель получает в этом случае треугольник напряжения, сохраняется там, в общем-то, система работает устойчиво. Вот. Поэтому дополнительные вопросы и вот эти вот критерии я тоже разошлю. Кто-то вспомнит, кто-то изучит. Но дополнительные вопросы буду задавать уже, как сказать, наводящие, если вдруг возникнут трудности по основным. Вот такая идея. Если вас устраивает, то давайте переговорим. Итак, первый вопрос, то есть все вот эти вот вопросы, они здесь я в эту презентацию собрал. Устойчивость узлов нагрузки, основные понятия и определения. Еще раз повторюсь, можете не записывать вообще ничего. Просто ориентируйтесь, смотрите на картинки. Итак, просто термин. Вот терминологию надо будет знать. Если уж возникнут затруднения, скажем так, с формулами, с выводами и с прочим, то хотя бы в терминологии ориентируйтесь. Узел нагрузки. Это группа разнородных потребителей, подключенных к шинам электростанций и подстанций. То есть это грамотным языком, фактически открываете какое-нибудь ВРУ, вводно-распределительное устройство. Вы там видите шинки трехфазные и идет целая группа различных потребителей. А какие там потребители местные энергослужбы подключили и в каком хаотичном порядке. Там иногда бывают такие сопли откроют, что бог его знает, 20 лет назад подключили какой-то электроприемник, и где он, и лучше его не трогать. То есть вот этот вот узел, он собственно и есть. Узел электрических нагрузок. Разноплановые, щитки освещения, аварийное освещение, какой-то электропривод, силовые пункты, выпрямительные установки и так далее. То есть это обычная ячейка или вводно-распределительное устройство в здании. Фактически, для определения устойчивости узлов нагрузки необходимо учитывать, что и система влияет на нагрузку, и нагрузка влияет друг на друга и в свою очередь на систему. Но какие здесь можно привести примеры? Был относительно недавно на подстанциях Роснефть-Юганск-Нефтегаз, и у них там уже назревает конфликт между тремя, скажем так, службами. У них иерархия построения энергоснабжения следующая. То есть сети 110 кВ по большей части принадлежат Тюмень-Энерго. Дальше 35-6 это энергоснабжающее предприятие, называется Энергонефть. Ну и собственно уже 0-4 это нефтяники, которые непосредственно занимаются обслуживанием погружных насосов и станций управления. Нефтяники люди богатые, соответственно для работы погружных насосов они закупили так называемые станции управления, которые представляют собой в общем-то каскадный выпрямитель, там выпрямитель, мост постоянного тока, инвертор. Все это замечательное устройство позволяет эффективно работать по гружному электродвигателю, но на электроэнергетическую систему влияет следующим образом. Сильно искажается синусоидальность формы кривой напряжения и тока. Поэтому энергоснабжающая организация, обслуживающая сети 35 и 6 кВ, ощутила на себе из-за вот этих вот искажений, то что стали выходить из строя, сначала вскучивают, потом взрываются батареи статических конденсаторов. Они страшно не любят вот это вот искажение, в результате чего нарушается компенсация реактивной мышцы, то есть они их просто стали отключать. Ну смысл его эксплуатировать БСК на 6 или 10 кВ, да, если они из-за вот этих гармоник выходят из строя. Дальше начинается конфликт между Тюмень Энерго и вот этой вот энергоснабжающей организацией, потому что это не соблюдается требуемый косинус фи и опять же эти гармоники уже появились на уровне 110 кВ. Ну вот простейший пример, хотя надо сказать, это касается не только Ханты-Мансийского округа, то есть вот я один пример привел. На самом деле известны такие же проблемы в Томске, на томских предприятиях, в Сибири, в Урале и так далее. То есть главная моя мысль сводится к тому, что грамотный специалист, вот уже не инженер, а магистрант по направлению электроэнергетика и электротехника должен четко представлять, что если вы или уже сейчас, или в будущем будете являться руководителями энерго-каких-то компаний, энергоснабжающих организаций, то нельзя судить, что вот так. Вот эти секции, это шины 0.4, это мое, все остальное это Омск-энерго или Тюмень-энерго, и что там будет, оно трава не расти. К сожалению, вы должны понимать, что и система будет влиять на вас, и вы влияете на систему. То есть вот вы влияете на систему, это пример того, как погруженные электродвигатели генерируют несинусоидальность в питающую сеть. В свою очередь, энергосистема может предоставлять некачественную электроэнергии, но в части глубоких, в части медленных изменений напряжения, то есть когда уровень напряжения не соответствует требуемому стандарту. Хотя сейчас, в современных условиях, уже буквально несколько лет, как вышел Новый Год, и там они молодцы. Они номинальное напряжение вместо 220, которое нам всегда было известно, да, они прописали 230. На что это повлияло? А на то, что 230, когда базовая ставка повышается, как у экономистов, тогда по ГОСТу плюс-минус 10%, раньше было 220, было 242, 198, а теперь уже от 230 10%, то есть диапазон получается гораздо выше, уже 253 допустимое напряжение. Тем самым вот энергоснабжающие организации пытаются в том числе себя обезопасить от каких-то исков. И так, главная мысль. И энергосистема влияет на узлы нагрузки, и узлы, как потребители, влияют на энергосистему. А нам в этой дисциплине интересно, как это будет вести себя с точки зрения устойчивости. Значит, фактически, одним из определяющих элементов, как я уже говорил на вчерашней нашей встрече, в общем-то, являются двигательные нагрузки. Если в целом рассмотреть их долю энергопотребления, то по разным отраслям, там от 35 до 60%. Ну, вот на Сургутском заводе стабилизации конденсата, там есть синхронные двигатели на какой-то из технологических установок, у них 63 мегаватта мощность двигателя. Представляете, что такое 63 мегаватта? Это хороший такой поселочек по мощности. А здесь один из двигателей просто вот на технологической линии. Поэтому наши мощности измеряются не конкретными какими-то там объемами городами, а вот именно установленными мощностями, и здесь двигатели несут очень серьезную составляющую. Поэтому мы при определении устойчивости главным образом будем делать акцент, как двигательная нагрузка влияет на энергосистему, и в целом вся система электроснабжения, скажем так, гражданских объектов и бытовых потребителей влияет на двигательную составляющую. Мы с вами здесь будем рассматривать в части курсового проекта вопросы самозапуска. Самозапуск и пуск, в общем-то, родственные процессы, но имеют некоторые отличия. Пуск, ну, процесс перехода двигателя из неподвижного в подвижное состояние, теоретически условия пуска принято делить на три категории – тяжелые, средние и легкие условия пуска в зависимости от момента трения, момента сопротивления механизма на валу. То есть, когда вы говорите, что мощность двигателя, например, 25 кВт, это не значит, что он из сети потребляет 25 кВт. Вы должны понимать, что 25 кВт – это номинальный момент, который он развивает на валу. Из сети он будет потреблять больше. Ну, больше хотя бы потому, что вы эти 25 кВт должны как минимум разделить на косинус φ, тогда вы получите полную мощность, а в идеале вы еще должны разделить на КПД, тогда получите реальную мощность, которую он получает из сети. То есть, 25 кВт – это не мощность двигателя, это мощность его на валу. И в зависимости от того, какой механизм он крутит по моменту трения, вот традиционно подразделяют условия пуска на три категории. Ну, в зависимости от характеристик гамма, мы с вами вчера поговорили, это моменты, которые характеризуют конкретный сам механизм. В основном, применяя в основном наиболее часто встречающиеся характеристики вентиляторная, гамма-показатель равная двум. В зависимости от условий пуска принято различать следующие типы пуска двигателей. Прямой пуск – это самый простейший случай, это когда подошел, кнопочку нажал, там пускатель замкнулся, якорь прижался, и его зашунтировали контакты. Это прямой пуск. Применяется достаточно редко, в основном в маломощных системах. Реакторный пуск. Здесь, если речь идет о пусках достаточно мощных, крупных двигателей, для того, чтобы этот двигатель при пуске глубоко не просадил напряжение, что может вызвать, ну, скажем так, нарушение работы других электроприемников, применяется реакторный пуск. Вот эти вот способы пуска – это, скажем так, классические книжные способы пуска. Существуют еще, скажем так, запрещенные методы. Иногда руководители крупных предприятий, где вот такая крупная двигательная нагрузка, очень рискуют. Не буду называть конкретное предприятие, но представьте себе, вот кто разбирается в этом вопросе. У него очень мощный синхронный двигатель, периодически должен пускаться, и он подключен к одной из расщепленных обмоток 6 кВт. Когда он запускает этот двигатель, пусковые токи настолько велики, глубокая идет просадка напряжения, и вся остальная нагрузка, скажем так, чувствительная, которая подключена к этим же шинам 6 кВт, ну, просто отваливается. То есть, если речь идет о пускателях, у них не хватает механического усилия, пускатели отваливаются, электроника начинает возмущаться, там, блоки питания, эти УПСы включаются и так далее. То есть, куча безобразия происходит. Что делает энергетик этого предприятия? То есть, да, конечно, надо внедрять вот эти вот устройства, о которых сейчас мы хотя бы вкратце поговорим. Он просто кратковременно, параллель включает расщепленные обмотки, в результате чего мощность увеличивается, мощность увеличивается. Риск в чем? Если в этот момент происходит короткое замыкание, гасится полностью весь завод целиком. А завод, ну, непрерывное там нефтехимическое производство, я думаю, если это произойдет, не дай бог, конечно, то там недовольны будут все, и энергослужбы, и технологии, и так далее. То есть, проблема обеспечения устойчивости узлов нагрузки, где присутствуют двигатели, в том числе достаточно мощные, она для энергетических систем остается актуальной. Итак, реакторный пуск. Ну, реактор, вы знаете, это устройство, которое фактически представляет собой катушку индуктивности. А главное достоинство катушки индуктивности, это вспоминаем первый закон коммутации, который гласит, ток в цепях с индуктивностью не может измениться скачком. Для исключения возможности вот этих вот резких всплесков тока включается реактор. То есть, вот эти вот пусковые токи ограничиваются с помощью реактора, то есть вначале включается по вот этой схеме выключатель V2 разом. Реактор ограничивает каким-то образом пусковые токи. Пусковые токи ограничиваются, это тоже имеет негативный фактор. На двигатель он будет дольше пускаться То есть время разгона его будет больше Но это все определяется допустимостью перегрева его обмота Потом, когда двигатель достигает какой-то определенной скорости Шунтируется реактор, включается выключатель В2 И двигатель уже подключается фактически без реакторная схема То есть таким образом мы чего добиваемся? Мы уменьшаем влияние двигателя запускаемого на остальную часть энергосистемы Что мы подразумеваем под остальной частью энергосистемы? Это какие-то бытовые, административные корпуса То есть все, что угодно, другие малоответственные цеха и так далее Либо в принципе предприятие может быть субабонент То есть питается какой-то гражданский поселок от подстанции предприятия Это достаточно часто бывает от одной и той же всех цехов И гражданское население сильно возмущается вот этими пусками Поехали дальше Устройство плавного пуска Это достаточно, можно сказать, современный способ Слыхали о таких вещах? То есть это фактически... Да, это силовая электроника Вот так вот, проще сказать, грамотно То есть это силовые теристоры или ключи Принцип действия которых они срезают То есть это ключи Теристорные ключи, которые позволяют срезать полуволну тока То есть ограничивать дозу энергии То есть у нас фактически электроэнергия определяется площадью вот этой вот кривой, да, синусоиды Вот это вот альфа, это время включения-отключения высокоскоростного вот этого теристорного ключа То есть он может производить до 1024 включений-отключений за время один период Один период тока промышленной частоты это 0,02 секунды, да То есть фактически 1024 разум может туда-сюда переключиться Изменяя вот этот параметр альфа, то есть включение-отключение То есть он коммутирует цепь Мы можем, скажем так, дозировать количество электричества, которое поступает на двигатель Тем сам, скажем так, осуществляется устройство плавного пуска Ну вот в принципе и отечественная и зарубежная промышленность выпускает достаточно широкий спектр То есть если ввести устройство плавного пуска, вы увидите И наши заводы выполняют и Свердловский есть, есть там на Волге заводы У Шнайдера есть свои устройства плавные пуски, у Сименса и так далее То есть это достаточно современное устройство, которое позволяет запускать двигатели И в том числе и с точки зрения повышения устойчивости Вот такой вопрос вам может встретиться, в том числе и в курсовом проекте И я хочу, чтобы вы здесь очень четко понимали Строится для момента пуска Обычно строится характеристика изменения сопротивления двигателя от скольжения Но мы договорились, что скольжение это величина связана со скоростью вращения вала И если скольжение равно единице, значит число оборотов равно нулю Так вот, смотрите В начальный момент времени, когда ротор неподвижен Сопротивление, ну, относительно невелико, да? Двигатель начинает разгоняться и при достижении номинального скольжения Сопротивление увеличивается, устанавливается около какой-то величины Вот эту характеристику вы на нее смотрите Примерно повторяете эти же фразы Но ваш ум инженера-электрика должен протестовать Как сопротивление, физическая величина меняется от скольжения То есть это не совсем правда На самом деле, картина заключается в другом Мы показываем, что изменяется сопротивление Но на самом деле меняется уровень электродвижущей силы Которая генерируется в обмотках ротора Вот что вы, как специалисты, грамотные магистранты, должны понимать Сопротивление не может поменяться в зависимости от скорости Сопротивление может поменяться в зависимости от температуры В зависимости от поверхностного эффекта Там сопротивление меняется, это физические законы Здесь же сопротивление меняется почему? Потому что двигатель работает по закону электромагнитной индукции Помните, Е равно минус Декси по ДТ Где Е, это есть генииндуцированное ЭДС в проводнике Который мы вращаем в магнитном поле И чем сильнее, быстрее мы вращаем этот проводник Тем больше ЭДС Соответственно Вот это ЭДС, генерируемое в обмотке ротора двигателя Вот, смотрите, она зависит от скорости магнитного потока Когда двигатель разгонится до номинальной скорости Это скорость близка к скорости вращения магнитного поля Ну, например, 3000 оборотов в минуту Скорость вращения магнитного поля Скорость вращения ротора, там с учетом скольжения Будет, ну, например, 2950 условно, да? То есть, они близки В результате магнитный поток, который пересекает тело ротора Вращающегося с номинальной скоростью Имеет относительно небольшую скорость Между ними разница 50 оборотов в минуту, представляете? А в момент пуска В момент пуска 3000 оборотов в минуту А ротор неподвижен ЭДС гораздо больше Вот это ЭДС гораздо больше Она действительно, всплеск ЭДС при пуске Увеличение ЭДС по закону Е равно минус ДПС по ДТ Она и обуславливает изменение увеличения пускового тока То есть, ЭДС при неподвижном роторе В 5-7 раз больше индуцированная ЭДС Чем при номинально вращающемся роторе Но записывать ЭДС как функцию от скорости неудобно Поэтому мы идем на некоторую хитрость Мы говорим, что сопротивление зависит от скорости А сопротивление это обратная величина То есть, смотрите Там ЭДС большая при неподвижном роторе Мы пишем сопротивление маленькое И по закону Ома Е равно на маленькое сопротивление Получается тот же ток Когда он достиг номинальной скорости Мы говорим, что сопротивление большое ЭДС стало меньше И ток уменьшился Вот на какую хитрость идут при задании двигателя При изменении скорости То есть, мы не задаем ЭДС функцию от скорости Потому что ее надо привязывать к скорости магнитного поля Это неудобно А мы задаем изменяющимся сопротивлением Но умом вы должны понимать Что никакое сопротивление в этом случае не меняется Меняется ЭДС по закону электромагнитной индукции Понятно? Не очень, да? Самозапуск Самозапуском называется процесс Восстановления нормального режима работы Электродвигателя После кратковременного перерыва питания Либо после глубокой просадки напряжения Вызванное близким коротким замыканием Вы должны четко запомнить То есть, для того, чтобы успешно сдать экзамен Для того, чтобы успешно защитить впоследствии Свою ВКР, если такие вопросы будут попадаться Существует 4 этапа самозапуска Первый этап Это выбег электродвигателя Это то, о чем мы вчера с вами говорили Это когда напряжения на нем больше нет Он продолжает вращаться с какой-то остаточной скоростью Первый этап выбег Второй этап Оценка возможности самозапуска Условие очень простое Для того, чтобы двигатель мог Потом, без участия персонала Вновь выйти на номинальную скорость Там условие достаточно простое Момент электромагнитный должен быть больше, чем момент сопротивления Но это, как говорится, даже ежу понятно Сила должна быть больше, чем сила сопротивления Тогда он развернется обратно и вернется в исходную скорость Ну, как правило, это уравнение еще добавляют 10%, как говорится, запаса То есть пишут Момент электромагнитный должен быть 1,1 момента сопротивления То есть чуть-чуть больше, чтобы какой-то был запас Почему говорят оценка возможности? Потому что условие, что момент электромагнитный больше, чем момент сопротивления Это еще не стопроцентная гарантия, что он запустится То есть это только дает возможность ему запуститься А вот дальше, третий этап, это разгон Как раз производится расчет разгона Как долго этот разгон будет происходить И какие токи будут протекать в обмотках двигателя С точки зрения его нагрева Который определяет четвертый этап Так вот, чем отличается второй этап от полностью самозапуска? Второй этап может показать, что электромагнитный момент больше, чем момент сопротивления Самозапуск возможен А третий и четвертый этап покажут, что двигатель будет выходить на номинальную скорость так долго И он будет настолько сильно перегружен пусковыми токами Что, в общем-то, его изоляция выйдет из строя И какая разница, либо он просто сгорит, либо мы его не будем доводить до состояния самозапуска Вот в чем основная идея Итак, четыре этапа самозапуска Выбег, оценка возможности самозапуска, расчет разгона и расчет нагрева Собственно, в этом ключе и будет построена ваша курсовая работа Итак, отличие самозапуска-отпуска В самозапуске участвует группа электродвигателей То есть коллективный такой самозапуск обеспечивает более глубокую просадку напряжения Второе отличие Часть электродвигателей вращается уже с какой-то остаточной скоростью И это влияет на то, что вот эта ЭДС, генерируемая двигателями, она может обеспечить, ну скажем так, несинхронное включение ЭДС изменяется по симусоиде, да? То есть мы представляем Вот теперь картинка Бестоковая пауза Двигатели Особенно это касается на мощных двигателях Это очень картина сильно заметна Вращается с какой-то остаточной скоростью Соответственно, он ведет себя некого рода как генератор То есть он подпитывает систему И представьте себе картину Что, то есть у него также ЭДС меняется по синусоиде А что, если в момент включения они окажутся в противофазе То есть синусоида, генерируемая двигателем, ЭДС будет на абсолютном минимуме А ЭДС системы, которые мы включим от системы питания, окажется на абсолютном максимуме Что будет? Двойное напряжение на обводках статора То есть вместо условно 220 фазного у нас под 400 вольт окажется фазное напряжение И, соответственно, опять же, выход из строя двигателя Если из-за вот этих вот перенапряжений Ну и последнее отличие Самозапуск, как правило, происходит при нагруженных механизмах Повторюсь, некоторые технологические установки Изначально, когда их запускают, скажем так, с кнопки Они идут без нагрузки И только впоследствии посредством электромагнитных муфт Уже подключается вот эта вот нагрузка Вот был первый вопрос Он, скажем так, на поговорить То есть нет ни одной формулы Нет никаких-то сложных выкладок То есть что такое узел нагрузки Как на эти узлы нагрузки влияет та или иная Как влияет система, как влияет двигательная Есть вопросы? Почитали, ознакомились Рассказали какие-нибудь шутки, прибаутки из жизни Как это у вас на вашем предприятии происходит Ну, в общем-то, ответ готов Второй вопрос Статическая устойчивость асинхронной нагрузки И практические критерии устойчивости Статическая устойчивость Это способность системы восстанавливать Исходный или близкий к исходному режим После малых возмущений При анализе устойчивости Как мы уже вчера договорились Мы будем пользоваться Г-образной схемой замещения Значит, если для оценки мощности То есть, фактически, что такое мощность? Это квадрат тока, умноженное на сопротивление Первая формула Квадрат тока, умноженное на сопротивление Мы с вами договорились Что для того, чтобы вот эти все пусковые процессы Каким-то образом на схеме отразить Мы пишем, что R2 зависит от сопротивления Теперь-то мы умом понимаем, что вот этот ток зависит от ЭДС Но это же надо каким-то образом на расчетной схеме отобразить Поэтому мы пишем R2 есть функция сопротивления Теперь, если квадрат тока по закону Ома Расписать Квадрат тока, это есть квадрат сопротивления Деленый на квадрат комплексного сопротивления Ничего не изменилось То есть, я просто ток выразил через закон Ома Вот это сопротивление остается без изменений А комплексное сопротивление, причем квадрат его Я расписываю через отдельные составляющие X это реактивное сопротивление в квадрате R активное сопротивление То есть, Z квадрат это X квадрат плюс R квадрат Вот это понятно? Электроэнергетики знают? А юристы? Экономисты? Вношу R2 деленное на S То есть, в эту формулу То есть, вот она появилась R2 в числителе S появился в знаменателе Умножаю и числитель, и знаменатель этой формулы на S То есть, любую дробь, если умножить и числитель, и знаменатель на одно и то же число Дробь от этого не изменится В результате получаю вот характеристику Зависимости активной мощности, которую потребляет электродвигатель От скольжения Формулы запоминать не нужно Я всегда говорил, что качественное инженерное образование предполагает, что инженер понимает, как она была получена и знает, где ее можно подсмотреть Поэтому конспектами на всех экзаменах у меня пользоваться можно Если студент знает, где это или в учебном пособии эта формула находится, то нет проблем Поэтому не заморачивайтесь насчет каких-то формул Попробуйте понять физику Итак, построили зависимость активной мощности от скольжения Фактически, экстремум этой функции достигается, если производная DP по DS будет приравнена нулю И экстремум этой функции является не что иное, как максимальное значение мощности или критическая мощность при критическом скольжении Еще один аспект, который вы должны себе представлять Система относительных единиц дает одно большое преимущество В реальной жизни, когда именованы единицы, то есть когда момент измеряется в ньютонах на метр А мощность изменяется в ватах Это совершенно разные величины Там существует определенная формула, которая их связывает В относительных единицах они равны Мощность номинальная равна единице И момент на валу тоже равны единице Поэтому очень часто у меня бывает так, что по оси отложена либо мощность, либо момент В относительных единицах, уверяю вас, это одна и та же величина Единица Итак, максимальная мощность, он же максимальный момент Достигается при критическом скольжении Который определяется вот по этой формуле По закону сохранения энергии мы с вами четко понимаем, что двигатель будет работать, когда будет соблюдаться баланс мощностей То есть когда момент крутящий электродвигателя будет уравновешен моментом сопротивления Только тогда эта конструкция работает Если предположить ситуацию, что момент вращающий электромагнитный электродвигателя больше, чем момент сопротивления Он его просто разобьет Если момент вращающий электромагнитный меньше, чем момент сопротивления Его просто застопорится и он не будет вращаться То есть заклинит этот механизм Поэтому режим существует только в тех точках, где пересекается электромагнитная зеленая составляющая С моментом сопротивления механизма, в данном случае это красная характеристика Итак, возможно всего две точки, где они пересекаются Либо А, либо Б И наша, собственно, с вами задача Определить критерий, практически критерий устойчивости асинхронной нагрузки в данном случае И определить, в какой из этих точек он будет устойчивый Ну, те, кто изучали электромеханические переходные процессы по бакалавриату Ну, естественно, скажут, что точка Б, наверное, неустойчива Осталось только это дело доказать, правильно? Итак, запоминаем одну особенность При изменении скольжения в сторону единицы двигатель будет тормозиться При изменении скольжения в сторону нуля двигатель будет ускоряться Ну, тормозиться это понятно Увеличивается момент сопротивления на валу Ускоряться он может, ну, скажем так, только за счет внешних каких-то усилий Ускорение возможно, если отсутствует блокировка, ну, например, в крановом механизме Он когда опускает крюк, то есть он с какой-то скоростью этот крюк опускает Но ведь груз в силе гравитации тянет этот груз на землю Поэтому там присутствует специальная блокировка Чтобы он, двигатель, не стал вращаться быстрее под скоростью опускаемого груза Если эта блокировка не сработает, то скорость вращения двигателя превысит номинальную скорость И он фактически может перейти в генераторный режим Но, опять же, повторюсь, в реальных установках там присутствует блокировка Итак, две точки Мы с вами должны определить, в какой из этих точек режим будет устойчивый Смотрите, точка А Статическая устойчивость предполагает, что нас, в принципе, не интересуют причины Которые вызвали то или иное возмущение Статическая устойчивость это требование абсолютное Она либо есть, либо ее нет Поэтому, говоря о том, что мы из режима А перешли в режим Б Нас не волнует, почему это произошло Когда я учился в аспирантуре Мой научный руководитель, ну и лектор по совместительству Эрнс Александр Дмитриевич всегда говорил Вот крутится вал асинхронного двигателя или синхронного генератора Шел электромонтер И случайно споткнулся за этот вал И придал ему дополнительное ускорение То есть он стал вращаться быстрее Но шутка, конечно, но имеется ввиду, что случилось что-то Нас не интересует, что В результате чего произошло вот это вот изменение То есть это какие-то внешние условия Это изменение параметров режима работы сети Не важно, что То есть случилось некое возмущение И мы из точки А переходим в точку А штрих Для начала мне скажите Двигатель в этом случае ускорится или затормозится? Почетче Ускорится или затормозится? Вот смотрите, шкала Вот здесь 0, вот здесь 1 Двигатель начинает тормозиться То есть в результате, правильно В результате какого-то внешнего возмущения Электромонтер за него споткнулся Мы перешли из точки А в точку А штрих Двигатель начал тормозиться То есть какой-то процесс его пытается затормозить Но смотрите, что происходит Да, вот скольжение Стремится в сторону единицы Получилось какое-то превращение скольжения Что происходит с мощностью? Мощность синяя линия электромагнитная Больше, чем мощность момента сопротивления То есть двигатель начал тормозиться Но из сети нагрузка на валу стала больше То есть разница между красной точкой и зеленой линией Да? Есть превращение мощности Значит начавшийся процесс торможения Будет недолгим Потому что мощность на валу Больше, чем момент сопротивления И он это торможение преодолеет Значит вернется в исходное состояние Итак, записываем к себе Ну не в смысле вы А контрольные такие показатели Приращение мощности положительное Приращение скольжения положительное Допустим из точки А перешли в точку А2 штриха Что случилось с двигателем? Он ускорился или затормозился? Ускорился под действием каких-то внешних факторов Груз опускает, например, да? Ускорился Будет ли это ускорение длительным? Нет Почему? Правильно Потому что электромагнитный момент Синяя характеристика Меньше, чем момент сопротивления Куда ему бедолаги ускорятся Если момент сопротивления его постоянно тормозит То есть здесь я всегда студентам, дневникам напоминаю историю Идет студент, получил посылку из деревни Идет в общагу Несет мешок картошки Радуется, да? Его начинает подгонять ветер в спину Холодная морозная погода Он думает, не! Сейчас под скоростью ветра Скользкая дорога Сейчас где-нибудь навернусь Вообще толку не будет Он начинает искусственно тормозиться Возвращается в свою исходную крейсерскую скорость Вот примерно то же самое с двигателем Итак Перешли из точки А в точку А2' Скольжение стремится к нулю То есть мы говорим Двигатель начал процесс ускорения Ускорение будет недолгим Мы возвращаемся в точку А То есть система устойчива Фиксируем в себе Превращение мощности отрицательное Превращение скольжения отрицательное Вторая точка То есть вот помните вот ту картину Вторая точка Точка Б Перешли из точки Б в точку Б' Что с двигателем происходит? Он начал ускоряться Будет ли этот процесс долгим Либо он вернется в точку Б? Он с каждым разом Будет все больше и больше ускоряться Потому что смотрите Чуть-чуть левее качнулись И он уже мало того, что он уже сейчас ускоряется А еще и момент электромагнитный больше, чем момент сопротивления То есть он будет все больше и больше крутиться И перескочит в точку А То есть перейдет через критическое скольжение То же самое Если мы переходим из точки Б В B2-3Х Двигатель Что с ним началось? Тормозиться Будет ли он дальше тормозиться Или вернется в точку Б? Будет тормозиться Будет тормозиться Потому что он и так уже тормозится А еще и момент сопротивления больше Откуда он энергию возьмет? В результате чего мы делаем вывод Что точка А статически устойчива Ведь требование устойчивости Способность системы восстанавливать Исходный или близкий к исходному режим После малых возмущений Точку А качали влево-вправо Возмущали всячески Она в точку А вернулась Точку Б качнули либо влево, либо вправо И все Она уходит либо в другое состояние Либо двигатель вообще затормозился В результате чего Собственно и был сформулирован критерий Практический критерий статической устойчивости Для синхронной нагрузки Смотрите Первая строка Источка А в точку А штрих Дельта П положительная Дельта С положительная Вторая строка Отрицательная, отрицательная Здесь знаки разные Поэтому критерии с математической точки зрения Записываются очень легко Если знаки одинаковые Значит устойчиво То есть больше нуля Знаки разные, неустойчиво Поэтому общий критерий Записывается вот таким образом ДП избыточная по ДС больше нуля ДП избыточная Это подразумевается Разность между электромагнитным То есть под избыточной мощностью Понимается разность между Электромагнитным моментом И моментом сопротивления двигателя ДС это превращение в скольжение Должно быть положительное Вот это называется Практический или прямой критерий Статической устойчивости Асинхронного двигателя Те, кто изучал Электромеханические Переходные процессы Скажут О, а этот критерий я знаю Потому что у генератора Ровно такой же практический критерий Только там оценивается Не скольжение Дельта С А угол генератора Дельта Ну, принцип его такой же Этот критерий Знающим критерий Липунова, Гурвица, Рауса Найквиста, Михайлова Может показаться Ну, скажем так Ну, примитивным Мы тут как-то вот на коленке Рассуждаем влево, качнули вправо Так и есть Критерий и есть примитивный Но достоинство его в том Что, во-первых, он родился Еще только на заре развития электротехники Когда еще, скажем так Все знания об электротехнике Заключалось там в умах Нескольких толковых инженеров И вот, собственно, инженерная мысль Предложила вот этот критерий Далее Он является самым наиболее легко понятным Из всех существующих критериев Поэтому система образования Всегда этот вопрос вводит Вопрос номер один Для того, чтобы понять Как работает практический критерий А потом уже нагружать студентов И магистрантов Всевозможными сложными формулами И прочими То есть этот практический критерий Который родился, скажем так На коленке Из практических соображений Из инженерной мысли Он в реальной жизни Ну, практически никогда не применяется Но он дает нам стартовую площадку Для того, чтобы понять А как работает все остальное Итак Есть одна особенность Для работы Для устойчивой работы Двигательной нагрузки Это сопротивление Которое связывает этот двигатель С центром питания С узлом нагрузки При увеличении сопротивления Ну, скажем так Большой кабельной линии Длинной кабельной линии Но это возможно Например, опять же В тех же погружных насосах Вы представляете Кто-нибудь сталкивался Что такое погружной электродвигатель Труба Труба такая То есть она каскадная Из нескольких То есть он Ширину вот примерно вот такой И он опускается туда внутрь Фактически Кабель там может иметь Ну, достаточно серьезные длины Там разные пласты Мне говорили, что иногда И километровые длины Этих кабелей бывают Так вот Сопротивление в этом случае У нас есть какое-то Собственно сопротивление двигателя И сопротивление внешнее Назовем его внешнее Это вот кабель Там какая-то система управления И так далее То есть все, что отделяет двигатель От системы питания Так вот При наличии Некоторого внешнего сопротивления В характеристику мощности Это сопротивление Входит в знаменатель А раз оно входит в знаменатель Значит Максимальная мощность Результирующая Видите При этом уменьшается А запас статической устойчивости Двигателя Определяется максимальной мощностью По максимуму Чем больше по максимуму Тем больше перегрузочная способность Двигателя Если На минутку забыть об этом кабеле И просто посмотреть Паспортные данные Ну, основной серии двигателей Которые у нас применяются в стране Даже не важно Отечественные или импортные Почти у всех у них Максимальная или критическая мощность Примерно 1,9 2,2 То есть примерно в два раза больше Чем номинальная Вот она Перегрузочная способность Синхронного двигателя Это не значит Что если мы берем Какой-то двигатель И мы можем его в два раза Перегружать И он будет там долго работать Нет, не долго Но будет работать То есть это его способность Если мы подключаем Через какую-то внешнюю систему питания Через достаточно большое сопротивление Мы увеличиваем знаменатель Тем самым мы уменьшаем Результирующую мощность Смотрите Уменьшается П максимум И в результате у нас уменьшается Перегрузочная способность Или статическая устойчивость То есть Наличие большого сопротивления Снижает коэффициент запаса По статической устойчивости Для того, чтобы это каким-то образом Преодолеть в реальных условиях Вон там в голове Путем переключения хотя бы ПБВ или РПН В зависимости от того, в каком классе идет напряжение Вы должны напряжение немножечко поднять Мощность зависит от квадрата напряжения Увеличили хотя бы на одну ступень Переключили ПБВ Там процент напряжения стал больше У вас момент увеличивается То есть вот таким вот образом Вы обеспечиваете устойчивость всего узла нагрузок Потому что если возникнет половина напряжения Это мы будем несколько дальше говорить То пострадает не только конкретный двигатель А вся энергосистема, которая подключена к этим шинам Ну вот простейшая задачка Все это в раздаточном материале будет Не переживайте Просто посмотрите, сообразите Здесь уже готовый пример Итак, условие такое Дано сопротивление двигателя Даны его параметры Необходимо определить напряжение критическое То есть то напряжение, когда двигатель, скажем так Будет работать в предельном режиме И любое отклонение повлечет за собой нарушение устойчивости Ну, расчет здесь достаточно прост Определяется критическое скольжение Определяется критическое напряжение В самом простейшем случае Если максимальная мощность, скажем так, двигателя Мощность критическая в два раза больше номинальной То даже исходя из практических соображений Можно особо не рассчитывая по вот этим вот сложным формулам Вот смотрите, что Как это можно посчитать на коленке Просто в уме Максимальная критическая мощность в два раза больше, чем номинальная Это при напряжении равном единице Если напряжение снижается, скажем так, до 0,7 Тогда максимальная мощность становится уже 0,07-0,49 То есть в два раза меньше И вот таким вот образом определяется напряжение Определяется мощность И смотрите Строится характеристика Вот это момент сопротивления красное Синяя характеристика Это электромагнитное при номинальном напряжении А при критическом напряжении Оно имеет всего одну точку пересечения То есть двигатель и так будет работать уже в предельном режиме Любое, скажем так, некоторое возмущение И он уже может застопориться Почему узел нагрузок может получить вот это вот Какую-то глубокую просадку напряжения? Из-за пуска других мощных двигателей Из-за, скажем так, неверных уровней напряжения На центрах питания То есть из-за неправильной установки положений РПН или ПБВ Следующий вопрос Вторичные критерии устойчивости и лавина напряжения Вот этот вот первичный критерий устойчивости Ну он, честно говоря, действительно очень примитивный И в основном вы его встретите только в учебниках Его на практике не применяют Он дается, скажем так, для того, чтобы вникнуть в проблему Еще какой момент, почему это не позволительно применять на практике Беда в том, что единичный у нас двигатель Ну это крайне редкая ситуация Ну где вы видели какое-то предприятие или энергообъект Где-то там всего один бы двигатель стоял А практический критерий, он основан на определении характеристики Электромагнитной мощности одного конкретного двигателя Двигатели могут быть разные Разные по мощности, разные по габаритам У них может быть разная нагрузка И вот эти вот моменты электромагнитные Вы никоим образом не сможете эквивалентировать Значит, для группы двигателей Тот простейший критерий никоим образом не подходит Нужна какая-то другая интерпретация физическая Которая бы могла нам дать ответ Будет ли система здесь устойчива И такой интерпретацией стала реактивная мощность Которую потребляет узел электрических нагрузок Состоящий в том числе и из двигателей Фактически в простейшей Г-образной схеме замещения Существует два потока реактивной мощности Первый поток это Ку-Мю Это ВЕЦ на магничивание Поскольку это поперечная ВЕЦ То фактически эта мощность потребляется всегда Когда двигатель находится под напряжением И неважно вращается он или стоит Эта ВЕЦ всегда под напряжением Здесь мощность течет всегда Ку-С Это мощность определяемая обводкой рассеяния И главным образом Эта мощность, это реактивная мощность Это что такое? Это квадрат тока на реактивное сопротивление А вот квадрат тока Он к сожалению и будет определяться Еще дополнительной нагрузкой на валу То есть если вот с этой мощностью все понятно То здесь мы еще зависим от скорости Значит я не буду вас особенно утруждать Вот этими выкладками Они тоже вполне логичны Вот реактивная мощность Это квадрат тока на сопротивление Квадрат тока я опять представляю Как напряжение деленное на сопротивление Ну и дальше выкладки аналогичные предыдущему Здесь ничего нет такого хитрого То есть можно проследить Так вот При изменении напряжения У нас прежде всего Изменяются точки Где пересекаются две характеристики Вот эта анимация она что показывает Для разных уровней напряжения Строится синяя характеристика Это характеристика момента Как вы видите Момент прямо пропорционален квадрату напряжения То есть уменьшается напряжение И в значительной степени проседает механическая характеристика Для целой группы значений То есть от номинала Мы имеем две точки пересечения Точка 1 и точка 2 Вот они видите Точка где пересекаемся с красной характеристикой Мы несколько минут назад с вами определили Что всегда вот эта точка является точкой устойчивой Вот эта точка не является устойчивой частью характеристики И в определенный момент времени При достижении так называемого У критического Выступает такой момент Когда она еще раз до конца проиграет Когда точка пересечения будет всего одна единственная Это будет тот самый предельный режим Который в идеале допускать нельзя Так вот Для различных уровней напряжения Чтобы построить характеристику По реактивной мощности Строятся вот эти вот две точки Видите Для напряжения У равная единице Номинал Строятся две точки Я их специально обозначил Зеленым и красным цветом Зеленая это устойчивая часть характеристики Красная это та вторая То есть математически она получается Но мы как специалисты энергетики Понимаем что в той точке двигатель работать не может Итак Для каждого уровня напряжения Я определяю характеристики Скольжение И вот таким вот образом строю эти две точки При достижении критического напряжения Наступает какой-то такой момент Когда это скольжение Вот оно Это одна единственная точка Устойчивого режима Вот эта характеристика Позволяет нам определить критическое напряжение Вот Вот эта составляющая Это и есть мощность Куэс Которая зависит от квадрата тока Вторая характеристика Кумиум Поперечная ветвь Поскольку Эта ветвь Всегда Мощность протекает Когда Двигатель находится под напряжением Это фактически потери Так называемого Холостого хода Всегда когда подключен Хоть двигатель Хоть трансфорватор Какие-то потери идут Так вот Эта мощность Является квадратичной зависимостью Почему? Потому что Квадрат напряжения Деленная на сопротивление Поэтому Это пусть и искаженная Но тем не менее Парабола Помните Квадратичная функция В математике Результирующая составляющая Мне надо просто Сложить Эти две характеристики И вот получается Вот такая Фиолетовая зигагулина Это результирующая зависимость Полной реактивной мощности Двигателя От напряжения Точно так же Определяется Критическое напряжение Там, где происходит Вот эта точка перегиба Где скольжение Имело один характер Одну точку Помните? Где график Электромагнитный Пересекался с моментом сопротивления Вот он Это скольжение Дает нам Критическое напряжение То, до которого Доводить, собственно, нельзя Чем хорош Вот этот критерий По реактивной мощности То есть, смотрите Он нам дает Цифру Напряжения критического Зная напряжение критическое Мы будем Как энергетики Делать все для того Чтобы у нас Это критическое напряжение Мы не достигли Чем хорош этот критерий По сравнению с тем Простым Простейшим критерием Примитивным Здесь мы можем говорить О группе двигателей И о группе потребителей В целом Что нам мешает Здесь получить Получить эту мощность Для целого узла нагрузок Где 10 или 100 двигателей А что нам мешает Получить эту же характеристику Если в этом узле нагрузки Подключена еще Гражданская какая-то Система потребления То есть, гражданский объект Нагревательные какие-то Технологические установки Поэтому этот критерий Хоть и вторичный Но он Позволяет Работать В отношении группы Целого узла нагрузок Критерий записывается Вот так Вот это вот черная составляющая Это критерий ДКУПАДУ Равно минус бесконечности То есть, когда Производная ДКУПАДУ Достигает минус бесконечности Это есть вот эта точка перегиба Это и есть, собственно Критическое напряжение Которое мы ищем С точки зрения Определения устойчивости Узла нагрузок Лавима напряжения Это один из Крайне негативных Факторов Который может возникнуть В системе электроснабжения Или электроэнергетической системе То есть, это достаточно опасный фактор Когда Смотрите Снижается напряжение Посмотрите внимательно На фиолетовую характеристику От номинального напряжения При уменьшении напряжения Сначала реактивная мощность Уменьшается Видите? Ну и хорошо То есть, у нас и так Напряжение уменьшается И потребляемая мощность Становится меньше Но наступает такой момент Когда напряжение Продолжает снижаться А мощность потребляемая Узлом нагрузки Становится больше Вот эта часть Видите? То есть, напряжение продолжает уменьшаться А потребление реактивной мощности Становится больше К чему это приводит Вообще Узлу нагрузки Лавина напряжения То есть, это уже Неконтролируемая Мы уже Вот на этой части Характеристики И ничего сделать не сможем Это будет Лавинообразное Уменьшение напряжения И в конечном итоге Вы получите то Что у вас Отвалятся все двигатели То есть, просто Остановятся Застопорятся Ну, и пострадают Остальные потребители Итак Следующий вопрос У нас 18.20 Да, перерыв Следующий вопрос Статическая устойчивость Асинхронной нагрузки При изменении Напряжения И частоты Ну, в части напряжения Мы с вами уже Косвенно затронули Что Момент Зависит от Квадрата Напряжения И при каком-то Уровне критического Напряжения У нас Нарушается Устойчивость То есть Первая часть Ответа На вопрос Как Зависит Статическая устойчивость От напряжения Прямо Пропорционально Квадрату Напряжение Момент Зависит от Квадрата Напряжения То есть Напряжение Просело на 10% 0.9 Момент Стал меньше На 20% Ну, на 19 0.81 Стал С точки зрения Частоты Здесь Обратная Ситуация Смотрите Максимальная Мощность Фактически Если мы Изменяем Частоту То есть Частота Например Уменьшается Она Отличается От номинальной Частоты В результате П Максимум С Критическая Становится Больше Потому что Частота Знаменательна То есть Если мы Частоту Делаем Меньше Ну, например Не 50 Гц А там Загрубим Пусть Будет 30 Максимальный Момент Становится Больше И критическое Скольжение Тоже Становится Больше Как это Отражается На характеристике Да с одной Стороны Это хорошо Критический Момент Становится Больше Запас По Перегрузочной Способности Больше Здесь Честно говоря Косвенно Дублируется Вопрос А зачем Нужно Частотное Регулирование Электропривода Уменьшая Частоту Вы увеличиваете Момент На вал То есть Двигатели Существуют Разные Частотные Управляемые Но Многие Из них Работают Ну например На частоте 30 Гц 45 Гц И так далее То есть Это увеличивает Момент С другой стороны Это несет Негативный Фактор Один единственный Смотрите Вот это была Номинальная Скорость При номинальной Частоте Да Вот это Скорость При Пониженной Частоте Число Оборотов Двигателя Стало Меньше То есть Он вместо Там условно 2900 Оборотов У него будет 2700 Оборотов Если Для вас Важнее Повысить Запас Устойчивости И не важно Какие там Обороты Будут вращать Этот компрессор Или этот Насос Тогда Уменьшение Частоты Для вас Сыграет Положительную Уменьшение Технолог Уменьшение Понижение Частоты Частоты Оказывает Благоприятное Действие На Устойчивость То есть Повышает Коэффициент Запаса Устойчивости Но имеет Негативный Фактор Снижается Скорость Вращения Основных Механизмов Которые Мы должны Вращать В то же время Снижение Частоты Для Энергосистемы В целом Это означает Дефицит Активной Мощности Ну Средства Автоматики Такие как АЧР Наверное Слышали Автоматическая Частотная Разгрузка В общем-то Они На службе Энергосистем Продолжают Существовать Эти средства Автоматики До сих пор Но Многие считают Что все-таки Это уже Архаизм То есть Несколько устаревшие Элементы С чем это связано При дефиците Активной Мощности Всегда Падает Уменьшается Частота И Для того Чтобы поддерживать Эту частоту Ну скажем так В рамках Допустимого Коридора АЧР Она сбрасывает Малоответственную Нагрузку Ну это как правило Потребители Третьей категории То есть Гражданское Население Небольших Поселков То есть С точки зрения Надежности Энергосистемы Мы за энергосистему Рады Что при дефиците Активной Мощности Вот такая Автоматика Работает Ну какое-то Это очень Негуманное Средство Просто взять И отключить Какие-нибудь Микрорайоны Но это Прямая связь Нехватка Дефицит Активной Мощности В энергосистеме Приводит К снижению Частоты В свою очередь Снижение Частоты Как мы уже с вами Только что Определили Приводит К лавине Напряжения Поэтому Вот как говорится У медали Две стороны Собственно Для чего И вводится Эта дисциплина Для Специалистов Энергетиков Чтобы мы могли Понимать Что Не живем Мы в изолированном Мире И нельзя Разделиться Так называемой Границей Балансовой Принадлежности Вот здесь Все что ниже Это мое Все что выше Это энергосистема К сожалению Нет И то и другое Друг на друга Влияет очень серьезно Очень маленький вопрос Здесь достаточно Большая задача Я просто акцентирую Ваше внимание На основных выводах Это последний Из основных вопросов Компенсация Реактивной мощности И статическая устойчивость Ну компенсация Это дело хорошее Это скажут Наверное Даже Юристы И экономисты При компенсации Реактивной мощности Уменьшается Результирующий Ток Цепи Соответственно И уменьшаются Потери в Таковедущих частях Это замечательно В принципе В идеале Чтобы уменьшить Потери Нужно полностью Скомпенсировать Реактивную мощность Там где она Необходима То есть в узлах Нагрузок Тогда ток будет Чисто активный Потери в этом отношении Окажутся минимальными Но я хочу Вас предостеречь У нас У электроэнергетиков Честно говоря Всегда так В одном месте Чего-то улучшаешь А в другом месте Можно загрубить так Что будут Недовольны Все остальные Поэтому Нельзя гнаться Вот Вы как Будущие Руководители Крупных Энергообъединений Предприятий Вы должны понимать Что нельзя гнаться За полностью Компенсацией Чтобы добиться Косинус фи В узле Например Единицы То есть Этого доводить нельзя В том числе Если у вас На предприятии Либо Смежный Какой-то Субабонент Имеется Двигательная Нагрузка Это Катастрофически Снижает Запас По статической Устойчивости И двигатели Просто может Заклинить Я покажу Просто пример Как это рассчитывается То есть Есть какой-то Двигатель И батареи Статических Конденсаторов Для компенсации Реактивной Мощности Значит Фактически Поток Распределения Мощностей Представлено На рисунке То есть Есть какая-то Мощность Потребляемая Ветвью Потоком Рассеяния То есть Мощность Двигателя Есть вот Эта вот Мощность Кумю Которая Является Как мы уже Договорились Неким Эквивалентом Потерь Холостого Хода И Мощность Которая Генерирует БСК Поскольку Но это Все-таки Емкость Поэтому я Стрелку Рисую Кверх Ногами То есть Это Идет Генерация В систему В результате Чего Уменьшается Мощность Которую Мы потребляем Речь идет Конечно О реактивной Мощности Потребляем И системы То есть В идеале Конечно Можно добиться Такой ситуации Что Вот Эта Реактивная Мощность Полностью Скомпенсирует Вот Эти Две Составляющих Ку Мю И Ку С Но Надо Ли Это Делать Значит Я Вот Просто Пример Приведу Прощелкаю Здесь Не Особенно Чтобы Не Заморачиваться В этих Цифрах Значит Смотрите На Что Следует Обратить Внимание Как Определяется Критерий Для Каждого Случая То есть Строится Для Косинуса Фи Так называемого Желаемого Это Установившийся Термин Это тот Косинус Фи Который Мы хотим Получить После Компенсации То есть У нас Есть Какой Реальный Ну Например Условно 0.7 А мы Хотим Чтобы У нас Был 0.85 Исходя Из этого Косинуса Мы Определяем Какую Какое Количество Реактивной Мощности Нам надо БСК Чтобы достичь Вот этого Желаемого Узла То есть Конкретные Киловары Если Проецировать Это На двигатель Ну Сейчас То есть До конца Задачи Я прошу Чтобы Не заморачивались Здесь Итак Для Определенного Уровня Компенсации Определяется Находится Минимальное Значение ЭДС Или ЭДС Критическое Вот смотрите Для Косинус Фи В этом Примере Было 0.85 Коэффициент Запаса По напряжению Составлял 10% Вот он 10% Если Добиться Косинус Фи Желаемого Единица Коэффициент Запаса Становится 1% В 2 раза Снизился Коэффициент Запаса При Изменении Косинуса Фи Желаемого То есть Компенсация Это дело Хорошее Вы Значительно Ну как Значительно В зависимости От протяженности Ваших Сетей Кабельных Линий Или Воздушных Линий Будете Экономить За счет Уменьшения Потей То есть Квадрат Тока Умноженное На сопротивление Закон Джоуля Ленца Никто Не Отменял Но Будьте Очень Осторожны При Наличии Двигательной Нагрузки Вот Этим Простым Примером То есть Там Расчет Как бы Сложный Но Вам Что Надо Запомнить Основную Идею Что При Разных Косинусах Фи Желаемого Коэффициент Запаса По Статической Устойчивости Уменьшился С 10 До 5 Процентов В 2 Раза Только Из-за Компенсации Реактивной Мощности Поэтому Если На вашем Предприятии Присутствует В узлах Нагрузки Двигательная Нагрузка Асинхронные Двигатели Компенсации Реактивной Мощности Надо Относиться Очень Осторожно И Не Доводить Компенсацию До Косинус Фи Единицы Потому Что В результате Вы Что Получите Потери В таковедущих Частях Сократите Но Двигатели У вас При Малейших Увеличении Нагрузок Так Назаваемая Ударная Нагрузка Наброс Нагрузки Например У вас Двигатель Просто Может Застопориться А еще Не гарантировано Что стоимость Ремонта Или замены Этого Двигателя Окажется Меньше Чем Та выгода Которую Вы получили На Потерях Ну вот Главный Акцент У нас В электроэнергетике Много Таких Вещей Когда Хочешь Что-то Улучшить Обязательно Надо Думать О том Как это Повлияет В целом На Энергосистему Вот Уважаемые Коллеги Были Основные Вопросы Которые Я Вам Выставляю На экзамен Вы все Получите Вот Эту Конкретно Эту Презентацию Здесь Достаточно Так Сжато Основные Идеи Кроме Того В раздаточном Кейсе Вы получите Учебные Пособия Нашей Кафедры Автор В основном Эрнст Александр Дмитриевич Вы с ним Знакомы Да Там Более Развернуто Ну Это Как говорится Пожелание Если Захотите Ознакомиться Дополнительные Вопросы Которые Вам Необходимо Будет Знать Значит Если Будет Такая Необходимость То есть Эти Вопросы Были Перечислены В начале То есть Скажем Так Если Вы Имеете Начальное Образование Электротехническое И Вопросы Режимы Работы Нейтрали Виды Коротких Замыканий И Критерии Устойчивости Вам Известно Можете Значит Особенно Здесь Подробно Не готовиться Потому что Дополнительные Вопросы Будут Заданы Именно Как Дополнительные Если Чувствуете Слабину Или Для 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 Вопросы Дополнительных Вопроса Вообще Что-то Экстраординарно Новое Вы Мне Просто На почту Напишите Я Вам Сброшу Увеличу Кейс Добавлю Дополнительный Материал Где Можно Будет Посмотреть Вот Эти Дополнительные Вещи По Дополнительным Вопросам Надо Четко Представлять Что Глобально Существует Всего Два Режима Заземления Нейтрали В Электроустановках Это Изолированная И Заземленная Но И у Того И у Другого Вида Существуют Так Называемые Подвиды Например Изолированная Она Может Быть Компенсированная Через Дугогосящий Реактор Для Компенсации Емкостных Токов Изолированная Опять же Относится Заземление Через Высокоомное Сопротивление Или Резистор В России Сейчас Это Новшество Применяется В Европе Уже Достаточно Давно У нас Новосибирское Предприятие Болид Выпускает Высокоомные Резисторы Для Заземления Нейтрали Тоже Там Есть Одна Особенность Есть Глухое Заземление Нейтрали И Вот Эти Вот Есть Эффективное Заземление Нейтрали Кто-нибудь С сетью 110 КВ Работает Связан В сетях 110 КВ Применяется Термин Эффективное Заземление Нейтрали Это Подразумевается Что она Может быть Заземлена Либо Разземлена По команде Энергосистемы Применяется Это Для ограничения Токов Короткого Замыкания И Здесь Мы Плавно Переходим Ко второму Дополнительному Вопросу Где Вы четко Должны Представлять Что Единственное Это Трехфазное Чтобы Устроить Трехфазное Короткое Замыкание Я говорю Это Надо Быть Диверсантом И бросить Лом На Шины Либо Быть Выпускником Нашей Кафедры Но Это Конечно Шутка Вторая Часть Как Правило Трехфазное Замыкание Происходит Как Следствие Тех Трех Несимметричных Предыдущих Ну Например В кабельной Линии А Несимметричные Это Добросовестно То есть Там Какие-то Проблемы Не Своевременно Отключаются То Очень Легко Двухфазное Путем Перегорания Поясной Изоляции Кабеля Может Перерасти В Трехфазное Итак Разновидности Коротких Замыканий Ну И Критерии Устойчивости Это Общая Формулировка Математических Критериев Если Здесь Будут Какие-то Вопросы Тоже Пожалуйста Пишите Мне на Почту Вчера Проверяли Я Постарался Отправить По-моему Всем Не дошло Сегодня Вы Первые Были По списку Ваша Почта Была Первая Если Я Отправлю То же Самое Значит Она Так Не Дойдет Ну Да Давайте Попробуем Продублируем Может С другой С Корпоративной Скажите Пожалуйста Вот В части Лекции Ко Мне Какие-то Вопросы Есть Что-то Непонятно Либо Может Кому-то Требуется Какой-то Дополнительный Материал Тогда Лекция На этом Вопросе Завершена